5 тысяч предприятий химических, металлургических и угольных. 76 место в рейтинге сохранности дикой природы. С 1975 года в Кузбассе начались исследования местной флоры и фауны. Спустя примерно 30 лет внимание переключили на редкие виды. Кузбасс является зоной с развитой промышленностью, с развитой горнодобывающей промышленностью. Конечно, встают вопросы сохранения растений в плане физического уничтожения. Белово, как промышленный центр, несет больше всего потерь. Подработаны территорией шахт, террикона, разрезов. Между тем, именно Белово имеет уникальные степные экосистемы. Ваш город, индивидуальный город, это промышленный центр. Но он и своего рода имеет прекрасную природу, которая еще, к счастью, сохранена. В числе сохраненных – караканский заказчик, особая гордость экологов области. Эта территория, несмотря на расположенный рядом угольный разрез, не будет разработана. Ведь в этой местности обитают десятки исчезающих видов. Не зря эта книга красная. То есть мы говорим «Стоп!» Если мы сегодня, как сегодня живущее поколение, не сохраним этих животных и растений, то завтра наши дети никогда не узнают и не увидят, что это за такие вот растения и такие вот животные. Презентация книги превратилась в научную конференцию. Слушатели узнали об особенностях беловской зоологии и ботаники. В городе действует 61 промышленное предприятие, которое работает в ущерб природной среде. Но в плане социально-экономического развития на этот год заложена немалая сумма на смягчение этой ситуации – 74 миллиона рублей. Эти животные надо беречь, обязательно беречь. Не причинять им вреда. Обязательно они погибнут и могут даже исчезнуть. Второе издание «Красной книги» изменилось на 30%. Какие-то виды окрепли и перестали входить в число редких, другие наоборот. Авторы называют свою книгу лучшей в России и по исследовательской работе, и по оформлению. Лучшие экологи, ботаники, зоологи, художники и фотографы трудились над ее созданием. Нововведение не только рисунки исчезающего вида, но и его фото. Пока только в томе растения и грибы. Тысяча экземпляров пособия, которое стало весомым аргументом в ограничении промышленной деятельности и создании новых охраняемых мест, разошлось по Кузбассу. В библиотеках и музее города Белово более ста экземпляров новой красной книги, которую с нетерпением ждали ребята из станции юного натуралиста и экологи нашего города. Продолжение следует...